Более 8 миллиардов рублей наш муниципалитет заработал в прошлом году. По сравнению с 2018 годом доход значительно вырос. В связи с этим увеличились и расходы. Профицит порядка 270 миллионов. Основная статья доходов, как и прежде, это налоговые поступления. Налоговые доходы бюджета были сформированы пятью видами доходных источников. Это налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты акцизов, налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоблажения, единый налог на обмененный доход для отдельных видов деятельности, доходы от применения патентной системы налогоблажения и государственная пошлина. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета в 2019 году составил налог на доходы физических лиц. Это 64,1%. Сотдокладчики начальника финансового управления подробнее рассказали о муниципальных программах, на которые в прошлом году были потрачены бюджетные средства. Так, на систему образования в 2019 году было выделено почти 4 миллиарда рублей. Сеть образовательных организаций стремительно развивается. В прошедшем году были открыты Лопатинская школа на 1100 мест, второй корпус Бутовской школы номер 1 на 1375 мест, открыты три новых здания дошкольных организаций, третий корпус детского сада номер 2 «Колобок» на 200 мест, второй корпус детского сада номер 27 «Бобренок» на 140 мест, второй корпус детского сада номер 22 «Город детства» на 225 мест. Внешней проверкой отчета по исполнению бюджета в 2019 году занимались сотрудники контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа. Подготовили заключение и направили в Совет депутатов муниципалитета. Данным годовой бюджетной отчетности Ленинского муниципального района за 2019 год расхождений выявлено не было. Отчеты об исполнении бюджета за 2019 год представлены администрацией Ленинского городского округа с соблюдением требований по объему. Оценка достоверности бюджетной отчетности во всех существенных отношениях производилась на выборочной основе и свидетельствует о том, что бюджетная отчетность представлена к проверке в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства. В топ муниципальных программ по количеству потраченных в прошлом году средств вошли формирование современной комфортной городской среды, муниципальное управление, развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.